В общем, если посмотреть на наше население, так как мы все-таки постсоветское пространство, мы обратно возвращаемся к вере, и у нас, когда звучит слово халяль, это значит там курица или бычок, они забиты по ритуалу со словами бисмилляху Аллаху Акбару, и вот это мясо халяль. То есть у нас вот первостепенно наш народ всегда думает, что халяль это вот только мясо. А на самом деле халяль, это, наверное, больше можно перевести более дословно, это дозволенное. Всевышний в Куране, обращаясь к нам, говорит харрама алейкум. То есть для вас запрещено, что это кровь, это мертвичина, это свинина, это то, что опьяняет, одурманивает. То есть вот из этих четырех-пяти вещей выходит все остальное. Конечно же здесь есть разная трактовка. Допустим, мы приверженцы Масхаба Абу-Ханифы, и Масхаб Абу-Ханифы, он самый распространенный в мире, но получилось так, что он удаленный от моря. То есть удален от моря, и у нас, когда Всевышний говорит о рыбе, то мы ее досконально понимаем. Да, рыба дозволена, рыба халяль, потому что иногда возникает вопрос, хазрат, а можно сома? Да, можно щуку, а вот у нее там на лбу как крестик. А это нельзя, наверное, а вот там сом ест мертвичину. То есть для нас вся рыба, она дозволена. Возникают вопросики с тем вот, скажем, те букашки, черви, да, ну как, если вот так грубо сказать, у них то наш Масхаб, Масхаб Абу-Ханифы говорит, что это мокрох, нежелательная вещь. А допустим, Масхаб Шафи, который именно вот трактовка, правовая трактовка, которые в основном живут, получается, возле моря, то у них это все дозволено. Да, там креветки, остальное. У нас это нежелательное, у них это разрешенный, у них это халяль. Ну, иногда вот когда приходишь в гости, и тебе там не только рыбу, а еще какой-то салат сделали. Есть, не есть, по крайней мере, вот я могу за себя ответить, да, если поставили на стол, я ем. Я ем там на мероприятии или где-то, что это халяльное мероприятие. Да, я понимаю, что это нежелательная вещь, оно допустимое. Ну, в то же время, кто-то говорит, не, я не буду червячков морских кушать, я не буду там еще, ну, мы красиво называем креветки еще, ну, когда ты ее начинаешь разбирать, там, да, она все-таки это червячок. То мы, вот меня отправь в Китай, и там мы в Китай, если приедем, и там будут кормить червяками, тараканами, я, конечно, их есть не буду. ПП, так скажем, да, здоровое питание, оно может быть и халяльным, может быть и не халяльным. То есть мы видим примеры, когда человек доводит себя там до изнеможения, как бы следуя вот именно какому-то очень жесткому здоровому питанию. Спорный момент еще возникает в чем? Допустим, вот мясо, да, мы можем видеть, что иногда ПП уходит в вегетарианство. Религия не говорит, да, там, обязательно тебе есть мясо, или не обязательно тебе есть мясо, или тебе можно есть жирное, или не можно есть жирное. Религия, что говорит Аллату, или что в Коране говорит, что причинение вреда себе есть запрещенное. То есть если мы через здоровое питание, или через вегетарианство причиняем вред себе, то это запрещено. Если, ну то есть даже это все халяльное, то есть даже халяль, он может стать харамом, он может стать запрещенным, если он причиняет вред человеку. К большому сожалению, мы видим в масштабах нашей страны, Российской Федерации, что очень много комитетов халяль. И порой бывает, что некоторые комитеты превращают это в бизнес, то есть там, ага, хотите, да, давайте оплатите, мы вам по почте пришлем там сертификат, что у вас продукция халяль. Что же касается нашего духовного управления и комитета при духовном управлении, то это очень самый строгий в России комитет, который не идет на сделку с совестью, который, конечно, проверяет. Да, были, наверное, на истории всего комитета, наверное, раз или два такие вот проколы, именно, так скажем, с поставщиками или там поспешили, когда мы, помните, да, было, что там наклеили халяль на свинину, да, там, я не помню, Челнинский какой-то производитель был. Это, конечно, оплощенность производителя, но это тут же пресеклось, тут же увидел, конечно же, это ушло там в прессу, был скандал, это мы все прекрасно помним. Но комитет среагировал вовремя, и продукция была изъята. То есть комитет, он полностью за это несет ответственность не только перед нами с вами, но и перед самим Всевышним. Здесь во главе комитета идут мабожные, богобоязненные люди, поэтому, когда вы видите маркировку именно Духовного управления Мусульман Республики, Татарстан, то здесь не должно быть сомнений, и мы, наверное, потихоньку придем к тому, что, наверное, уже в каждом производстве будут онлайн-камеры, чтобы любой, даже который сомневающийся человек, он мог открыть и посмотреть, что действительно забой идет галяльным способом. Допустим, даже вот простой пример. Есть два вида забоя. Есть ручной забой и есть забой автоматический. Когда утром, сказав бисмилляхи Аллахабар, нажимают на кнопку, и вот этот нож, киллер, он целый день отрезает головы курицам. Прошу прощения. Вот есть такое. То есть мы, наш комитет, он говорит, нет, это мы не признаем, мы признаем только ручной забой. Ну, я, наверное, не химик. Да, я не химик, я все-таки, наверное, хазрат той закалки, которая все-таки за все натуральное. Да, чтобы это было естественно и натурально. Поэтому ГМО даже, если с той точки зрения, что вроде бы не запрещено, но если оно причиняет нам вред, если оно забирает наше здоровье и убивает нас, то, конечно же, это запрещено. То, что мы едим, мы это и есть. Почему сейчас распространяются болезни? Наверное, все-таки, чтобы мы вернулись к более здоровому питанию, к более естественному питанию. И по возможности, конечно, это уже правительственные вопросы, это не наши вопросы, чтобы этот вопрос все-таки был на контроле распотропнадзоров, чтобы мы на прилавках магазинов мы не видели то, что может причинить нам вред. Если это действительно не просто там они повесили где-то объявление у нас халяль, да, и все, и продают, что хотят. Если действительно комитет проверил, комитет дал сертификат, и у них этот сертификат висит на видном месте полностью с печатями, да, со всеми водными знаками, то, конечно же, этой точке стоит доверять. А если это просто на входе висит халяль, а внутрь заходишь, никаких сертификатов, ничего не видно, то здесь, конечно же, нужно остеречься, остеречься. Если во время приготовки используются только ингредиенты халяль, то, конечно же, она будет халяль. Если, допустим, во время готовки там какой-то из ингредиентов будет харамным, да, допустим, мы читаем их о блюда, и вот нужно это все залить вином. Вино, оно запрещено. Вроде бы все-все-все, халяль-халяль, а залить это вином, да, там, то есть это уже запрещенное. То есть если у нас вот целая, ну, такая большая тарелка халяльного, и туда попадает капля запрещенного, то вся эта тарелка становится запрещенной. Если по незнанию ты пришел в гости, да, знают, что ты набожный человек, что ты молишься, что ты ешь только халяль, и оказалось, что там на столе колбаса не халяль, и ты, надеясь, что там все халяль, съел. Или тебя угостили, там, я не знаю, самсой, очпочмаком, там, или друзья делали шашлык, да, и там, вроде бы, сказали халяль, а оказался не халяль. То на том, кто по незнанию съел, на нем греха нету. Поэтому у нас в религии есть такое правило, да, в усульфике, если ты не знаешь, ты должен спросить. Некоторые же стесняются, переживают, то здесь, наверное, не должно быть стеснения, когда мы что-то не знаем, там, не знаем, как намаз читать, не знаем, как уразу удержать. Другие вопросы, не знаем, что такое халяль, нужно изучить, спросить у знающих, и получить на это ответ, потому что ты по незнанию можешь совершить греховный. Второе, если ты по знанию съел, то, конечно же, это грех, и нужно попросить у Всевышнего прощения, и больше не возвращаться к этому греху. Ну, мы с вами вот подобными вопросами, там, можно ли пить квас, мы можем настолько себя загнать в угол, да, настолько серьезно, допустим, даже вот тогда дойдем чуть-чуть от кваса, придем к кефиру. Кефир, он же тоже имеет процесс брожения, значит, там что-то уже есть, можно ли пить. Вот когда вот такие вещи, которые есть или нет, измерить почти невозможно, мы это не знаем, то здесь работает такое правило. Если большое количество человека опьянит, то, значит, малое количество тоже запрещено. Если выпить целый баллон кваса, и человек будет уже неровно ходить, значит, квас ему запрещен. Здесь вопрос не в самом напитке, здесь вопрос в самой упаковке. То есть вот само, даже если вот, Алла согласен, ну, появится такое там безалкогольное водка, да, кто-то вот пиар-ход сделает, или там безалкогольное, там, я не знаю, пиво, еще что-то, вино безалкогольное. Вот из-за того, что оно уже вино, пиво или водка называется, из-за этого оно запрещено. Сейчас же сарафанное радио, сейчас мы не живем где-то там на неметаемом острове, мы можем просто посмотреть характеристики этого фермера. Ага, да, действительно, халяль, у него вкусное мясо, он сам растит, он без ГМО, он ту-ту-ту, значит, мы это берем. То есть здесь вопрос, если он просто даже, вот мы пришли в агропарк, да, пришли там на сельхоз-ярмарку, и нам просто говорят халяль, то есть как для потребителя, который будет кушать, этого достаточно. На нас греха не будет, даже если он обманет, будет грех на нем. Такой, это, конечно, тяжелый вопрос, вы молодцы, такие интересные вопросы вытаскиваете. Ну, конечно, это житейское, здесь, наверное, все-таки мы должны такого, чтобы растение было запрещено, но если это не относится там к макам и оттуда выходящим элементам, то есть мы не говорим о наркотических вещах, мы говорим просто о растениях, то, конечно, растение по-своему, а не халяль. Но если это растение причиняет мне вред, то есть оно какое-то ядовитое растение, то оно будет, конечно же, запрещенным и недозволенным, и оно не будет халяльным. Лягушек и змей есть нельзя. Я чай пью, я кофе тоже пью, но когда почитаешь медиков, и когда заваривают в пакетике чай, я стараюсь в пакетике не пить, потому что там больше краски, то есть это причинит вред. Хороший чай, или особенно, который сами собираем, там, Иван, чай остальное, то есть это я пью. Или там хороший чай, который листовой, а который не который, там, непонятно из чего сделан. То же самое кофе, если это кофе хороший и не причиняет тебе вреда, то есть вот есть сердечники, кому нельзя пить кофе, то есть ему кофе будет запрещенным, будет харамом. Если одна чашка, и тебе становится бодро, хорошо, и тебе это не вредит, конечно, разрешено. Если настолько тяжело, что человек без этого не может, и он уже зависим от этого, конечно, в этом случае нельзя. Я не медик, обратно же, я повторюсь, но я, насколько понимаю, они просто, наше сердце постепенно-постепенно сводят на нет, да, это как вот на машине можно газовать, 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 вроде бы хорошо, но со временем двигатель умрет. То есть я так же воспринимаю энергетик, вроде бы тебе это сейчас хорошо, но постепенно ты свое сердце убьешь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok